Кодзима гений, друзья! А у нас последняя карта сегодняшнего дня ESL Pro League, и это снова Mousesports, это снова Space Soldiers. Только что Space не смогли обыграть своих оппонентов в 16-7 на D-Dust 2, и честно говоря, выглядит так, что и на D3 они могут сделать ровно то же самое. Более чем, они уже доказали, что они боеспособны на трейне против команды Astralis, но Mousesports является командой, которая не слабее, ну нет, слабее, конечно, но чуть-чуть, но более бой готовы, наверное, чем сегодня были Astralis, потому что были некоторые там неполадки у них в командном соотношении, потому что Inferno они все-таки еле-еле потащили, там на трейне тоже были проблемы, поэтому Space заряжены, онлайн-бойцы всегда готовы к бою. Space не только заряжены, они сейчас находятся на второй строчке среди ESL Pro League, соответственно, 12 очков у них имеется за 5 карт, то есть это реально хороший результат, мог бы быть на самом деле, если бы не вот этот вот момент с Inferno, да, где они все-таки не дотянули на третьих допах, напомню, у нас на Inferno было сражение против Astralis, сумасшедшее совершенно. Что касается, соответственно, коллектива Mousesports, они сейчас находятся на третьей строчке, то есть по факту это два лидирующих, две лидирующих позиции. Напомню, что надо занять всего лишь седьмое место, это сейчас с седьмого по первое, соответственно, место. Там причем важно, какое место занимаешь с точки зрения посева на самом LAN-финале. Напомню, кстати, что финал будет по-удобному для СНГ времени, он будет проходить в Дании, в Оденсе, и это будет на самом деле очень и очень приятным ивентом с точки зрения того, что там будут самые лучшие команды со всего мира. Будут еще три таких, знаешь, медиокер формата под названием одна команда из Южной Америки, одна команда из, соответственно, Океании, одна команда из Азии, и эти коллективы будут скорее, знаете, украшением таким декоративным данного ивента. Они как бы есть, и без них вроде бы и можно, но с ними пусть будет. Да, с ними будет еще лучше, потому что будет интересно посмотреть, возможно, на новые коллективы, возможно, на старые новые коллективы, но как минимум, на каких-нибудь грейхаундов я бы понаблюдал точно. Они достаточно милые. И милые, и, в принципе, и скилловые в Австралии они лучшие, по крайней мере. Это они доказывали уже неоднократно, но, возможно, там потянутся и тентмайнс, и ордеры что-нибудь смогут. И чипсы там тоже вроде как борются, я, нет-нет, да, беру себе, покастить эти команды. Берешь их куда-нибудь? Да, конечно, бывают очень смешные моменты, где есть явная доминация, но тут пока что Келлик состреливает голову Рапса, и это уже первый фраг для критива Space Soldiers, которые, опять же, хотят забрать себе начало карты и доминировать, доминировать и доминировать. Солески всегда у Спейсов были хорошие, Детрейн, кроме этого, наигранная для них карта. То же самое, в принципе, можно сказать и про Мулзов, они умеют ее исполнять, но, наверное, не является это их первым, там, пиком или вторым. Оскар, хороший хэдшот по Энджино. И Ксантарас разносит просто лица налево и направо. Чистейший раунд от Space Soldiers, и самое время поднять щит за безлимит болезнь за своих самым быстрым мобильным интернетом от Мегафон. Это точно. И если ты, мой дорогой друг, именно ты, конкретно, кто слушает меня сейчас, если ты хочешь новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов, добавь остроты с БК Лига Ставок и стань участником настоящих сражений. Минута салаута от нас закончена. Продолжаем смотреть каточки. Ксантарас просматривает у нас Мэйн. Сани, до свидания. Space Soldiers у нас четвером продолжат этот раунд, который уже начинается для них не самым благоприятным образом. Хаешечка! Ой, какая разрывная, подрывная просто. Так, Сантарас вышел. Справа от него находится Крис Дайон. Келикс убивает Криста Джея. И капитан команды уже будет сидеть и координировать свой клан-капкан с скамейки запасных. Ожидающих. Ожидающих следующего раунда, да. Да, скамейка ожидающих следующий. Ну, опять же, на паровозах, поэтому все довольно символично получается. Ну, может быть, сработают деглы. С запасном вагоне? С запасном вагоне, который такой маленький, он тащится сзади. Хорошо, давай сейчас еще одну олигорию. Я уже придумал одну олигорию. Сейчас ждем. Смотри, смотри, смотри. Так, Оскар выходит. Оскар, флешечка. Пока не очень. Келикс заходит уже обратно с апдауна. Не понимает, куда он все-таки хочет направить свои стопы. И Оскар, где же хэдшоты? Надо, надо, надо. Хэдшоты не подвезли. Не в том вагоне. Так, так. Оскар, Оскар. Ну, долго так Моус-Порт решается куда-либо выйти. Пока что без дэмэджа по команде Space Soldiers. А вот Калитик присылает хэдшот. Пас добирает еще из эмочки с Накса. Но и без особых проблем, без потерь и в этом раунде. Так вот, Моус-Порт в этом раунде были отправлены в депо. Какая мощная просто... Мощный оллайн. Панч. Вообще, я не знаю, как на это даже самого себя реагировать, честно говоря. Ну, ты можешь на себя погладить. Ну, столько раз уже было, да. Кто тебя не погладит, сам себя не погладишь, конечно, но с другой стороны. Точнее, сам себя не погладишь, никто тебя не погладит. Конечно, вылетает у нас на мейн. Немножко дэмэджа по Снаксу, так, знаете, по мизинчику под задело. Ноготок, значит, пошкребли там чуть-чуть. А вот Мейджор будет собирать урожай. И это сразу два минуса, три минуса, 1800 плюсом. И Му Спортс, по-моему, в этом раунде тоже останутся без фрагов. Хотя Снакс, конечно, может попытаться поставить пару хедшотов. Но Мейджор оформляет уже квадрокилл. Он получает немного дэмэджа, но это не важно, потому что Крис-Джей остается последним. Бомба вроде как была замечена с поясами. Поэтому Крис-Джей просто будет ждать на мусорнике. А где же оппоненты? Мейджор начинает просто спрейд по всему, что видит. Мейджор оформляет. Нет, не оформляет. И пришел к Эликс и стырил эйс у капитана команды Space Soldiers. Главное, тыритель эйсов. Да. Эйса-тыритель. Эйса-тыритель. А там он, Энджин, вообще без работы. Посмотри, у него 0-0-0, у команды Моуз-Портс нет одного фрага. А Моуза не выходит на Б, и им не дают. Просто куча нолей на табуляции. Ничего страшного. Это Моуз-Спортс, друзья. Они еще могут вернуться здесь совершенно спокойно. Есть снайперска винтовка от статной. Остальные играют у нас с калашами. Выход будет у нас даблой по зелени. Также есть агрессивные действия от мейджора. Хорошая флэшечка. Эстонец упадет. При этом все можно было бы даже забрать в калашек здесь. Келекс. Не лучшим образом было сыграно против мейна. Сани нашел хороший тайминг. Славил его. И есть стрельба по Энджину. Сам Сани тоже просел достаточно серьезно. Пытается засмаковать самого себя в этой позиции. Пошел прострел. Сани взрывает Энджина. Тот уходил у нас зелени на окна. И таким образом у Space Soldiers нету присутствия на зелени вообще. И поэтому для Оскара наступает самая та пора, когда надо идти и шугать людей на Апланте. Ну а там уже на Б. Между прочим, выходят игроки атаки. Там уже и бомба постепенно перемещается к Сантаресу. Убивает людей. Но нужно быстрее шевелить лапками Мауся. Там потому что Крис Де Йонг еще до сих пор не вне позиции. А вот Снакс. Ну понимают, что где-то уже прошли, наверное, игроки атаки. И Снакс. Борьба, но это еще один фраг для Ксантареса. Молотов прилетает, но это не особо пугает Ксантареса. Это просто изи выбивание для Space Soldiers. Скорее, не борьба, это рестлинг, знаешь, когда вроде делают вид, что борются, но на самом деле не борются. Маус Спорт здесь пытались, конечно, что-то продемонстрировать. Но извините меня, Оскар обязан был делать свои киллы с АВП на зелени. Потому что, опять же, по нему, точнее, у него было просто полностью открытое пространство. Он мог там маневрировать сколько хотел. Он мог бы уйти вообще на дальний и пройти на Б, плен помочь своим тиммейтам. Все, что угодно. Оскара здесь нельзя ни в коем случае было терять. И Маус Спорт стоит еще 4-0. И, по-моему, 2 килла у одного из игроков атаки. Пока, честно говоря, смотрится совершенно без зуба Маусята. Им надо находить свой геймплей на данной карте. Возможно, что они тоже устали. Возможно, что эта ночь их подкосила в Европе сейчас на час раньше. То есть где-то примерно 11.43. И, ну, в некоторых странах там на 2 часа пораньше. Но в любом случае, понимаете, время уже не детское. Хотя геймеры должны к такому времени привыкнуть. У нас достаточно много проходило подобного формата турниров. Ну, а что касается, кстати, времени для Маузов. У них все должно быть неплохо. Если взять, что они из Америки прилетели. Там, соответственно, получается, что сейчас для них день по часовому поясу. Ну, вполне может быть. 4-0. И такой полубай для Мауспорс. Рин Калашников. Закупленные пистолеты. Скаут для Оскара. Ну и попытка зайти на Б-плен. Ксантарес пропускает за Саваку. Сразу двух игроков атаки. Тут же Снакс наваливает по Ксантаресу. Мейджор погиб. Нет, не погибает. Но в самом деле два минуса. Оскар выходит на размин. Это первое меньшинство для команды Мауспорс. Нужно ставить бомбу. Молотов прилетает на дефолт. Но бомба уже стоит. И игроки команды Мауспорс готовы принимать. Там еще и хаешка сверху. Энджин наваливает его. Скоро остается последний Роб Сарапсевич. Ну, бомбу поставили. Выбили два девайса. Уже вроде неплохо. Робс погибает от Энджина. И снова только два убийства. И по-прежнему двое игроков команды Мауспорс находятся без киллов. Это печально. Если у нас один Саня у команды Мауспорс прохлаждался на втором дайсе, то сейчас вся команда Мауспорс прохлаждается на карте. Кстати, конечно же, начинаются опять все эти темы. За софт. Друзья, все неокрепшие умы, объясняю заново, простейшая формула. Она звучит так. Что ты приобретаешь, используя софт, и что ты имеешь возможность потерять. Так вот, Space Holders, да, реально отличается геймплей в онлайне от того, что они бывают показывать на лане. На лане им намного сложнее. Но, опять же, с каждым планом у них все получается получше и получше, потому что опыт появляется. Так вот, что касается софта и так далее, при таком уровне игры на тир-один сцене для тебя все, что ты делаешь в жизни, на протяжении уже очень большого количества времени. То есть кто-то играет на Pro в 5 лет, кто-то играет в 10 лет. И это все, что ты умеешь в жизни делать, да, на профессиональном уровне. Это твоя карьера. И ты не станешь ее рисковать, запуская какие-либо программы и так далее, потому что потери слишком велика. На полупрофессиональном уровне, где, в общем и целом, ни зарплат нормальных нету, ни всего остального, бывают, конечно же, возможности создать какие-то прецеденты поставных матчей или софта. Здесь, на ESL Pro лиге, среди тир-один команд, такого быть просто физически не может по всей ловике вещей. Сами просто немножко прикиньте головами. Но это так, чисто маленький ликбез. Пока у нас вот девайсный раунд. С Антараса начало конца, возможно, вот для Моузят. И Снакс тоже падает. Но, походу, это все-таки тотальная аннигиляция. Нету никакого выхода. Моуза просто не перестреливает противника ни в одной из позиций. Space Soldiers не теряют вообще концентрации. Они максимально заряжены для того, чтобы отстреливать. Возможно, как раз-таки те самые матчи сначала на другом чемпионате, точнее, Best of 3, где они выиграли, а потом игры против Astralis. Зарядили их на полной и не собираются они никого отпускать здесь. Но не выпускает Робса из комнаты верх-низу. Один молотов, второй молотов. Бомба вообще лежит возле метла или даже в ангарчике в этом. Ну и Робс попытался выйти из этой комнатки, но потерпел поражение. Энжин ставит хэдшот и жирную точку в раунде. Под номером 6, разумеется, уже доминация команды Space Soldiers проглядывается очень сильно. Но и то же самое мы видели, но не мы видели, а зрители канала КСРУХАП-2, где Женя комментировал данный матч против коллектива Астралис и Space Soldiers. Там тоже была доминация с Space O в какой-то момент. Потом вроде начали Астралисы возвращаться постепенно. Но вот хватило им мощи только в окончании овертаймов первых. Тут же отличная хэдшка Энжин взрывает человека. Нет, просто убивает, а вот Снак сжигает людей. Кэликс тут же, ответочки, моментальный Space Soldiers. В большинстве Кэликс находят фраг по Оскару. И только один Сани должен тащить всю команду за собой. Самое интересное, что кто-то может сказать, что Маузань типа не разыгрались. Или сегодня просто не свои ноги встали. Но они-то уже обыгрывали 2-0 G2 сегодня. Да, может быть, это не самое большое, что они там могли бы сделать в этом мире. Но все же, они обыграли в Салат сначала их на Донике, а потом они их обыграли еще на Дейнферно с мини-комбэком. И, то есть, сегодня уже были у них официалки на ESL про лиги, и они сегодня их отыгрывали хорошо. Просто была пауза, опять же, примерно в 3 часа подряд. Они должны были сидеть, соответственно, по домам там или на буткемпе, в зависимости от того, где они сейчас находятся. Можно, соответственно, табуляцию на 1 секунду включить, чтобы понять, где они есть. Ага, но они по домам сидят. Так вот, соответственно, сидишь дома и теряешь концентрацию немножко, возможно. Возможно, немножко устаешь. Энджин тем временем убивает, точнее, пас, убивает одного, сразу же получает на размене от Снакса. Керрикс вышел на ударную позицию, как же жестко и открыто. Он действует в этом раунде, залезает на девятку, убивает Санни. Тот совершенно не ожидал подобных действий и маневров от Space Soldiers. Маус Спортс умирают 1x1, Керрикс все еще не победим здесь. И Оскар отлетает при помощи осколочной гранаты от Энджина. Но Маус Спортс пошли во все тяжкие, они уже отыгрывают каждый раунд по форсу. Сейчас было 3 Калашниковых, остается последний Снакс. Поляк, конечно, может, он с бомбой, но нужно пройти Мейджора. При том, что Мейджор пока что не понимает, где находятся последние оппоненты. Керрикс, по нему информации не было. Это действительно очень неплохой шанс для игроков команды Маус Спортс, а точнее для последнего выжившего здесь. И Мейджор как сейчас ему везет. На верхнем парочке он зашел чуть дальше положенного, и Снакс его просто-напросто не замечает. Если сейчас поднимется на катушке, то вполне возможно заметит капитана команды Space Soldiers, но Снакс разворачивается, идет на Сити. И вполне возможно, что это решение окажется ключевым. Остановите. Снаксу надо выйти. Маус Спортс надо выйти. Маус надо выйти. Как же он мансит. Да это жесть. Не, ну тут просто, не знаю, они даже паузу не берут, опять же, по причине того, что это онлайн. Вот только вдумайтесь, если бы Маус Спортс летели от любой команды 7-0, они бы сто пудов сказали, так, Ломобот бы, точнее, сказал. Так, пацаны, остановитесь, все будет хорошо. Сейчас мы поговорим, сейчас мы придумаем и используем все, что у нас наработано. А так как это онлайн, и так как явно Мауза, мне кажется, уже хотят отпустить этот Best of 1, и окей, фиг с ними, с несчастными шестью очками. Три они уже отдали, сейчас попробуют отдать еще. И мы все прекрасно понимаем, что в общем и целом, да, так оно и есть. Начало из Селперлиги, по-настоящему серьезно цепляться за очки, они будут в конце. Если им будет чего-то не хватать, да, если они, допустим, будут где-то на восьмой или девятой строчке, им нужно будет нарабатывать на седьмое место, то в таком случае будет пот, будут... Вот, кстати, пауза. Невероятно, да? Казалось бы, она приехала. Она приехала, и спасибо, остановили. Ну да, нужно подумать, нужно выдохнуть, по крайней мере. Они пытались оформить постоянно вот эти быстрые выходы с баем на все, но у них не получилось, они максимум убивали два девайса в раунде максимум. То есть даже не было близких раундов, чтобы такие, ну, спорт, ну как же так, немножко не повезло. Нет, вообще, даже близко такого не было, таким даже не пахло. Денег у команды Space Soldiers 14 тысяч, 14 тысяч, десяточка, 8600. Ну и Xantara сбествует, у него всего лишь 2150 долларов. Он получит дроп от тиммейтов, ему придется просить у своих ребят что-нибудь принести. Это, ух ты. Ну, вот они, Энтри. Вот они, Энтри для команды MoSports. Поставляется Келикс, боевая единица самая мощная, можно считать за полтора человека. Сумасшедших внедряется у нас тем временем игрок, это Санни, убирает Энджина. Ну и вот оно, вот оно, первая предпосылка к тому, чтобы взять раунд хотя бы один. И нужно выбивать экономику из спейсов на протяжении очень долгих раундов, примерно еще три. Спейсы смогут позволить себе закупаться, и для MoSports это будет хорошая зарядка. Сегодня так у нас фейсы. Боролись, 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 боролись. И, собственно, напоролись на победу. Прилет на собаке. На собаке сидел Мейджор, и Мейджора тоже вынесли. Но посмотрите, MoSports в этом раунде вообще не теряют ни одного игрока. Два стаева от Space Soldiers пойдет у нас от Санта-Роса и Паза. И здесь еще и Санни может их перекрыть. Сверяне зайти, убить на окнах кого-нибудь, если кто-нибудь здесь останется. Оскар убивает Санта-Роса, и Паз тоже погибнет. 8-1. MoSports взяли раунд. При помощи, опять же, отличного опена от Оскара и дальнейших действий всех остальных парней из MoSports. Ну, хотя бы что-то. Главное, чтобы этот раунд не стал последним на счету у MoSports. Хотя бы что-то. Тем более, что еще играет целых 6 раундов далее. И можно из них забрать, ну ладно, не все 6, конечно, но хотя бы раунда, может быть, 4. Выйти на счет 10-5, может быть, даже 9-6. Чем черт не шутит. Все-таки MoSports умеют на этой карте. Я даже помню, у них была игра против команды Fnatic. Они очень жестко летели что-то вроде 14-8 или 14-7. Перешли за Defense и начали просто камбэчить. Вышли на вертаймы и там уже обыграли команду Fnatic. Возможно, и здесь сторона для них не особо удобна. И, может быть, именно со стороны Defense начнется их реальный камбэк, где они покажут свою силушку богатырскую. Ну, а тем временем выпад на нижний парыч. Майджор замечает, как передвигался Калашников. Ну, часть Калашникова кто-то обратно дергает пазы. По-моему, информацию о атаке собрал. Но вот Майджор с ВП пошел дальше. Никого больше на точке Б нет. Если погибает Майджор, то это Габелла. СНАКС находит паза. Тут же вливается дальше. Роб успевает дать информацию СНАКСу, где находился снайпер команды Space Soldiers. Но есть Келикс, который уже пробрался на точку Б. Это значит, риф-3 и хотя бы какой-то опорник имеется. Но MoSports никуда не двигаются. Они дают фейк по пленту Б. Но с поясы довольно быстро летируются обратно. Я понимаю, что это возможно и не выход на плент Б. Смакенске. Дэнджин Акс, Антара с дальней дистанции. Инджин, кстати, убил все-таки зелень. Но это не помогло уйти мейтам на пленте А. По причине того, что Мауза все-таки справляется. Особенно если взять то, что поляк здесь принес максимальное количество импакта. У нас все еще с нулем килов. По-моему, там Робс или кто? По-моему, это... Нет, уже у всех. Было у Оскара, по-моему, 0-0-7. Нет, у Дейонга было 0-0-7. Агент Дейонг уже перебирается на следующее звание. У него 0-0-9. Это уже, не знаю, какой-то адмирал. Но посмотрим. Дейонг показывал себя очень круто на карте ДАС-2. Так что его списывать счетов точно не стоит. Его снайперская работа была замечательна. Да и с автоматами действовал крайне здорово. Поэтому дайте ему немножко больше времени. И парень раскроется. Если не первый, то во второй половине пас. Очень долго себя тушил. Тут еще Оскар накаливает Мейджора. Это выехал на точку B. И вполне возможно еще один раунд для коллектива Моу Спортс. А ведь Спейси могут пойти на сейв. Денег там немного. И действительно Спейс Олджерс просто отдают третий раунд коллективу. Но Мау Спортс неаккуратно сыграл Мейджор. Закупит себе снайперскую винтовку, потому что будет хватать денег. Ну и в общем-то Моуза постепенно, по чуть-чуть, так знаете ли, выравниваются. И в атаке берут, ну уже хотя бы вот самый лузовый минимум. Вот который вот три раунда это хорошо. А играть еще целых четыре. Замечательно. Но они окопаются. При этом все Моуза, видимо, не собираются идти искать. Потому что это 350 у Кристо де Йонга. Условно говоря. Ну и да. Опасно, опасно идти туда в ущелье к туркам. Можно наткнуться на Константинополь. Будет опасно. Это да. Но тем временем, пока у нас такой небольшой затишье, Инжин теряет Сани. Робс находит фраг по Кэликсу. Но хотя бы один девайс выберет. Кэликс будет бегать либо с МПшкой, либо с фармганом. Любым относительно неплохим. Ну в общем-то, не забывайте подписываться на социальных. Сети Рухаба на YouTube-канал, где будут реплейчики потом всех событий, которые были и на этом канале, и на канале Кэсрухаб 2, и Северная Америка там также будет. На нашей социальной сети с Димой также Инстаграм и ВКонтакты. Не-не-не, не надо. Что почему-то не... Там слишком сладкие фоточки. Тогда тем более нужно лететь и нажимать кнопку подписки и следить за Димой. Инжин, до свидания. Снайперска-минтовка первой из двух умерла у Спейс Солдерс. Каешечка, как же плотно. Вот это жестко. Моуза собрались все-таки играть. Сентарес в конце концов, да, наносит хоть какой-то демож своим оппонентам. Но, опять же, этого не хватит для того, чтобы взять раунд. Нужно еще больше. Время мейджор находит здесь Робса. Все начинает валиться из рук у Моуз Спортс. 5 на 2 ситуация была. Она уже была соединена сейчас 3 на 2. Но Крис Де Йонг вместе с своим тиммейтом заходит по себе на оппонента. Пакета нет. Пакет на ТС Пауни. Его подберет Снэкст и уйдет. Сентарес все-таки погибает. Мейджор остается один на дальних. Ему то ли сейвить, то ли не сейвить. Вообще никогда не понятно. Ну, сейчас еще непонятно, что бомбы не поставлены. Ну, вообще, конечно, в этой ситуации лучше идти на сейв. Подставляется Оскар, теряет снайперскую винтовку и открывает для мейджора варианты для этого ретейка. Молдов хаешка чуть бы пораньше за сэндвич эту хаешку. А там Снэкст 20 хиповый, Крис Джей 48. Ну, и теперь мейджор точно убегает на сейв. Это четвертый для Моу Спортс. Ну, и такой полу форс, полу эко. Вот надо еще парочку-троечку взять, и уже можно будет хорошо цепляться на Дотрейне, потому что все-таки Моуза играет за сложную сторону. Спейсы, соответственно, обязаны здесь набирать, на самом деле, больше, чем 8 на КТ-сайде по-хорошему. Да, вот 8-7 их вообще никак не устраивает. Где-нибудь вот 9-6, это вот край примерно. Это край, возможно, ну, 10-5 желательно вот на такой саунд выйти, потом уже с пистолетным, например, потащить дальше. В случае с Моузами они реально начинают очень-очень много работы выполнять, потому что смогли 2 подряд девайсных выиграть, а 2 подряд девайсных выиграть это вам не хухры-мухры. Или 3, 3 подряд девайсных. Тут, наверное, в чате будет летать что-то вроде 8-0, 8-16, что вполне тоже имеет место быть. А на аппаратальном канале, где идет матч Хероик и Виндиго, самое начало, и Хероики пока что ведут с отчетом 3-2. Там, ну, тот самый разгарчик. Думаю, что мы закончим, и как раз-таки сможете прийти к Женьке, поздороваться, пожелать ему доброй ночи в окончании стрима и досмотреть матч Хероик и Виндиго. Тем более, что Виндиго уже побеждали на первой карте у Хероик с отчетом 16-10. Я, к сожалению, не помню, что было за карта, но как факт Виндиго в строю. Мне очень нравятся эти болгары, они имеют такую стержень. Эти просто они нравятся сами, как люди, мне кажется, больше, нежели как игроки. Мне нравилась старая вот эта Mortal Kombat команда, но там было реально интересно смотреть, потому что у них был своеобразный подход к Counter-Strike. Но что касается сейчас, не знаю, посмотрим, что они покажут. Я не верю в то, что Виндиго попадут на ESL Pro League финалы в Дании, но даже просто игра на ESL Pro League дает им очень-очень хороший буст, конечно же, по опыту. Ну и главное для них это по факту борьба за выживание. Энджин вместе с пазом уже не живая. Да, так Сантарас вошел тут с боковинки, Крис Де Йонг, точнее, сразу же отвечает. И Маус Спорт, скорее всего, собирается забрать этот раунд. Келикс, да, красиво, но хватит здесь сил уже. Хватает у Келикс, он просто из-за смока стреляет перед собой и находит там Фина. У Фина, конечно, не лучшим образом получается играть здесь и на Д-Дайсе 2, и на Д-Трейне. Крис, Джей, один против двух. Бомба стоит, он должен из-под нее, конечно же, здесь работать. Противник, правда, проблема в том, что уже забрался на девятку. Мейджор здесь исполнил на все 100% вместе с Келиксом. Напомню, ситуация была 2 в 4. Но вот так вот бездарно, к сожалению, проиграли, мол, за окончание этого раунда, на самом деле полностью заслужив взятие его. Да, ну, благо, есть деньги для Маус Спортс, поэтому прилетают девайсы. Правда, деньги тоже могут закончиться. Если проиграют, то деньги будут только у Снакса. И на этом, пожалуй, и все. То есть даже бомба особо не поможет. Ну, максимум в покупке одного девайса и дропа от Снакса. И не более того. 9-4, вполне возможно, еще 9-6. Тут раунд за два, фактически, потому что денег не будет у обеих команд. И вполне возможно, что случится тот самый исход, который ванговал нам Адима. Типа 9-6, вполне неплохой. Здесь 5, сложновато представить. Паст носит голову Оскара. На девятке и находится Ксантарес, но недолго. Его заметили, его убили. Крис Де Йонг горит в огнях, но это не мешает сделать ему фраг на пазе. И это один лишь выживший мейджор Крис Де Йонг. Вы посмотрите, что творит чертяка. И шел 0-0-9. Сейчас уже, я думаю, что фрагов у него побольше, чем 0, как минимум на 3, исходя из этого раунда. И это пятерочка для Му Спортс. Это пятюня, которую можно отлупить им по всей пятерне. А еще, если бы приедет на Эпицентр. Потому что там Му Спортс тоже будут. Тут, кстати, очень забавно сделали приглашение командам. Про видосы? Да. Я еще не видел. Не видел? Нет. А что, уже все команды анонсировали? Четыре. Потому что я видел, да, только на Эпицентре топ-4 пока есть. Но опять же, будем надеяться, что скоро анонсы будут еще больше. Напомню, что билеты уже есть в продаже, так что можете заняться. С закупом на это дело. В этот раз, кстати, у нас намного больше там разных сегментов и возможностей по покупке. Потому что раньше у нас только было разделение на элитарный клуб. Там, по-моему, шесть или пять категорий. Работяк, да. Здесь уже, помимо работяк и элитарных, там есть еще четыре штуки совершенно разных. Разделены они по левелу, по рангу, я бы так назвал. В доте, причем это первого сезона было. Я не знаю, почему только сейчас в Кейсе появилось. А в Кейсе все время что-то позже доходит. Ну да, так и есть. Пау! От Оскара. Статные. Готов тут работать против мейджа. Ну или если произносить по-чешски, то штатные вроде как. Или как-то так. На мейджор вряд ли уйдет. Ну и где? В смысле, он может смог откинуть. А у него нету? А у него нету? Да, что-то совсем нехорошо сыграно было от капитана команды Спейс Фолдерса. И теперь уже у маузов есть выход на Лэнд Бэй. Постановка здесь бомбы особо не решает по экономическим причинам. Но вот решает зато с точки зрения времени, за которое Спейсам придется пушить самим. Сантера с Инжином на 6-2 килла. Неужели Сантера сделает еще один с блоковины? Снакс заходит. Боже, как же долго его здесь убивали. Снакс тем временем обнимается с своим оппонентом. Прошел сквозь смок Келикс. Пропустил Снакса. Поляк все еще мансует. Оскар тем временем на верхней парапесе. Оформляет свои киллы из польской снайперской винтовки. Келикс один против всех. Ну и Келикс тут неуверенный спрей особо от Снакса. Но все-таки с Келиксом справляется. 9-6 и довольно равная половина. Как тут Снакс показал скиллуху, подкинул калашников и начал по нему стрелять. И даже раза 3-4 попал. Прям здорово. Прям замечательно. Но после счета 8-0 действительно мы у Спорт оправились и отдали Спейсам только один раунд в защите. Взяв себе целых шесть. Хотя казалось, что это может длиться вечно. Доминация команды Спейс Сауджерс. И вот те самые восемь могут превратиться и в 15, и в 16. В последствии было больше раундов. Возможно, и больше раундов. Ну и, откровенно говоря, половина получилась равная. Вопрос теперь в другом. Смогут ли у Спорт затупиться, записывать на раунд, чтобы выйти в паритет по раундам? Что он нам покажет в атаке сами Спейс Сауджерс? И вообще, к чему нас придется самая вторая половина? Потому что мы так тоже сегодня с тобой смотрели самый первый матч. Астралис против коллектива Фейс. Вроде 8-7, вроде как бы все ровненько. И не то чтобы удивляли, а стреляли. Фейзе, а потом тебе просто 8 равнов подряд и завозить следующую. И шансов, казалось, еще меньше. Но это контрстрайк. Здесь такое бывает. Есть доминанты. А есть амешки. Амешки, да. Но это все уже относится к завтрашнему дню, на самом деле. Напомню, что у нас будет очень много контрстрайка с 2 часов дня. Мы будем смотреть с вами квалификации на эпицентр СНГ региона. А после этого, точнее в течение этого, подключатся еще два канала к уже существующим двум. Будем смотреть ESL про Лигу, Европы. А потом ночью Америку. Да, друзья, если вы думаете, что сейчас вот тут в час ночи все закончится. После этого матча мы будем смотреть Америку, Америку, еще раз Америку. Я уже не знаю, кто там будет работать дальше. Аниша по Ютубу, по-моему. Аниша, наверное, да. И будем смотреть с вами Америку на Америке, которая будет играться на ESL про Лиге. Там забавнейшие игры. То есть вчера, например, Энаджи проиграли Гастам. Две карты. Я, честно говоря, что-то вообще не в курсе. То есть если взять то, что Гастов один из самых слабых составов в мире сейчас. Ну, ладно, как минимум в Северной Америке. То, наверное, в мире, если не считать азиатов хорошо, вот, точнее, азиатский регион, то это вообще грусть и печаль, но каким-то образом Энаджи смогли им проиграть. Точнее, не каким-то, а я даже видел, каким это было очень странно. Ну, Гасты специфичные ребята. Они могут проиграть Салат и командам слабее себя, а могут выиграть у команды SK Gaming 16-3. Это ESL Pro League, детка. Приветики. Я помню, как на Pro League два сезона назад SK проиграли 16-0 на Детрейне. Ренегейцами, если я не ошибаюсь. Или кому-то еще, я уже забыл. Причем тогда ESL Pro League были чемпионами Мэйкера. Но ESL Pro League вообще специфичные ребята. Тут у нас Бропс развлекает людей уже 3 в 2. При поставленной, нет, еще не поставленной бомбе. Подождите, но бомба уже вот-вот встала. И встанет Саня. Среди втаснут чепчик. Второй чепчик. Это седьмой раунд для коллектива MoSports. Это неплохо, но дали поставить бомбу. Это плохо для MoSports. Вполне возможно, что полноэкономически. Хотя спысты тоже те ребята, которые могут воспользоваться поставленной бомбой и закупить себе. Но не хватает накалашников. Это проблема. Поэтому вряд ли будут спысты. Вот если будет равное положение. Это глокастый будет раунд, конечно. Глокастый? Глокастый. Не, ну можно купить какой-нибудь P250. Тогда у тебя будет глокастый P250. Но я думаю, что да, это чисто с флешечкой от Келькса. Ну ладно. И выход на б с постановкой планета, попыткой точнее. Да, ну это чисто раунд. Классический совершенно для всех используемый. Опа! Крокодил. Я крокодил, крокодю и буду крокодить. Но крокодить он будет только на 2 кг. И, соответственно, пас заберет данный девайс. Правда, его на B планете очень сложно использовать. То есть вот хороший, кстати, XM для нижнего парыча. Потому что ты поджал, умер. Даже если ты умер, да, там, сделал пару киллов. Ты зафармил очень много денег. И, ну не очень много, но там, условно, по 900 за человека. И при этом всем крокодил, кроме как в апдауне и на нижнем парыча, нигде особо здесь не стреляет. То есть, например, если противник рашет, то, ну, рашет B, то нижний и верхний парыч на дальних дистанциях этот крокодил вообще не покрывает никаким образом. Ну да, дистанции довольно дальние. Если нова получила какой-то более-менее адекватный разброс дроби, то вот XM-очку не меняли. Поэтому Мейчера запускает первым. Есть также в распоряжении MP5 SD. Но, как мы видим, эти две потери для муспорта особо ничего не решат. Но я бы лично знал, что серьезное общество на чаепитие с XM-ом не пускало бы, конечно, людей, которые покупают... Нет, тут, конечно, хотя он вроде как даже такой, знаешь, подстать сообществу похоже на стандартное черно-белое. Так, что тут вообще? Не, пас не умрет, лул. А что они не застакались-то? 24 секунды, надо как-то типа искать возможности. Ага, это заход на аплент. Да, это заход на аплент от паза. Он попробует здесь найти кого-то на дальних, потому что он получил инфу о том, что на зеле не находился противник. Ну вот XM-ка, вот посмотрите на ее дальность, то есть она вообще ничего не может. Это 8-9, и все, я понял, короче. Я просто теперь буду играть на трейне, покупать XM-а, отдавать его на нижнем парочке, потому что она не может принести вреда даже, если я отдаю. Ну, это только если знаешь, в ситуации, когда у тебя стоит бомба, и ты вроде как ждешь какого-то обратного ретейка на эту бомбу, вот тогда она может сыграть, а так, когда ты не выходишь... Ты можешь, например, еще пропушить смок на шарте, вот там же откидываешься на нижнем парочке, ты просто пушишь и, например, стреляешь прямо в шарту, и там можно выйти в полу дистанцию. И так Оскар убивает одного, точнее не шарту, коннектор это называется, так Оскар убивает одного, но надо добавить огня, и добавляет его с Нэкс, в любом случае все размены в пользу. Молоспорт, вот что такое сильная сторона на дотрейне, сами понимаете, СС с своим рашем совершенно ничего не смогли показать, причем минимальный набор раскидок было, и использование крайне грустное. Ну и мейджор последний, снайперская ментовка от Оскара трижды нанесла существенный урон и лишила жизни трех турков, но теперь мейджор в ситуации не самой лучшей, бомбы нет, тиммейтов нет, и даже не заработать плюс 800 для своей команды, и максимум, что тебе сейчас может помочь, это какое-то одно-два убийства, чтобы выбить хотя бы какую-то экономику из Моузов. Они там тоже некоторое время страдали, они потеряли два девайса в прошлом раунде, но там уже Крис Джей нашел для себя что-то более существенное, нежели скаут, а именно Калашников, и, как мы видели, Крис Де Йонг тоже после счета 0.09, уже имеет там что-то 6 на 12 статистику, что весьма неплохо, но за счету явно Моуспорт может получаться. Нет, вообще, вот после счета 8.0 начало Моуспорт прям идти как по маслу, они взяли уже 9 раундов, отдав спейсам только один. Но, в общем-то, имеет место жить и быть. Мейджор, по всей видимости, будет цевить Калашников 20 секунд на таймере, но это хотя бы одна попытка для того, чтобы в следующем раунде нанести и вред, и, возможно, даже попробовать выиграть. Нет, Мейджор пошел дальше, Мейджор хочет идти до конца, чтобы, опа, минус девайс от Робса, но тут же моментальный фраг от Оскара, 9-9. Паритет по раундам, хотя, наверное, в какой-то момент на букмекерских конторах просто вот так зашкалил коэффициент на Моуспорт, особенно после первой карты между этими командами, и все-таки думали, ну, Спейс Вонжер, сейчас там денежку-то принесут. Но, как мы видим, сейчас очень неплохой шаг для Моуспорт выйти даже вперед впервые на этой карте, впервые. Ну да, я бы сказал, что даже не то, что Моуза, прям молодцы-молодцы, я бы сказал то, что Спейсы пока не демонстрирует какой-то нереальный геймплей. Да, начало было хорошим на КТ-сайде, потом пошел заливочный, но на атаки надо демонстрировать, потому что, опять же, это карта, на которой СС умеют играть, и надо сейчас вот приходить, и вот эти вот раунды, наигранные, жесткие, четкие, нам сейчас давать, потому что если я ничего не преподнесу, то можно прощаться с этой картой и тремя дополнительными очками на СЛ Пролиге. Напомню, что Спейсы уже находятся на втором месте в общем зачете, Моуза находится в третьем месте. Но есть такие команды, как, например, Нави, у которых ноль очков, но это не потому, что они плохие и слабенькие, а потому, что данная команда просто не отыграла еще ни одной игры, и за эту неделю не будет так же играть ни одной, потому что, опять же, они решили так по расписанию, отдохнуть, опять же, я их прекрасно понимаю, и, видимо, отыгрывать намного больше своих каточек, они будут немножко попозже. Ну, это тоже неплохой вариант посмотреть, как команды готовы, что они умеют, кого бояться, у нас просто полная негляция спейсов. Через две недели уже будет непонятно, кого бояться, согласись. Тут как бы за две недели вещи меняются. Ну, вообще, да. То есть, ну, все может случиться за две недели. Например, у кого-то может появиться девушка. Внезапно. А у кого-то не девушка. Внезапно. Менее внезапно, точнее. А может быть, вообще появится что-то совершенно третье. Может, кто-то купит котенка и настолько с ним потеряется, знаешь, во времени. То есть, гладишь его, хоп, и день прошел. Ну, то есть, загладить кота до смерти практически, чтобы шерсть слезла. Не, ну, это совсем жестко. Что-то ты какой-то этот... Любитель у нас пожестче, я так понимаю. Давайте посмотрим, что будет происходить на атаке от СС. Коэффициенты снова поменялись в обратную сторону от нашего партнера Лига Ставок. Так, Оскар убивает Инджина. Ну да, вот начинается вот то самое, знаете ли, дефенс от Моузов. Опа! Опаньки! Как же хорошо! Гангам Стайл просто. Ну и теперь пас переселяет для Криса де Йонга. Да, получается у паза сейчас поставить ну хотя бы один хэдшот. Дальше нужно бороться еще против трех оппонентов. Там уже Саня поджимает лонг и стремится в направлении Т-спауна. И паз его ожидает, хотя Саня просто встала в нычку и будет находиться там до последнего, собирая информацию и будет такой неожиданностью для Space Orgers, если те пойдут на зеленку. Ну или хотя бы в его направление. Но хитрые турки решают сыграть через верх-низ, а паз вообще стремится ближе к точке B. Протому что бомба находится уже снизу и вроде как просматривает выходы Саплента, но никто из Моуспорта не показывается. Будет какой-то фейк. Небольшой придает флешка на Б-плент. Не выходит мейджор, хотя казалось бы, что вот он фраг по Оскару. Слишком мало хп было. Паз очень долго думал выходить или нет. Потом подумал, что блин, горячо. Нет, ладно, все равно выйдет. Так безыдейно, так плавно. Животики заболели, возможно, еще второй вариант. Так много игр. Так много игр. Они начали сегодня катать в районе 6. И вот уже 6-7 часов катают стабильно каждую катку с нереальными допами, камбэками и так далее. Я понимаю, насколько им тяжело. И вот видите, где-то как-то, как только Мауза начали по-настоящему сопротивляться, противник нету. Просто противник ушел из сервера. И турки уже несколько раундов девайсных залили. Теперь остается подзалить еще немножечко пистолетные раунды и продемонстрировать нам геймплей в следующих уже девайсных. Потому что, ну, не хватает очень сильно снайперской винтовки мейджора, например. Прямо чрезвычайно сильное. Ему нужно... Они не будут играть в СВП. Я уверен, но они не играют на трене и вообще... Ну, не! Но они не играют в атаке с снайперской винтовкой. Только если будут лететь 8-0 или 0-8. Так они сейчас будут лететь. Да пока еще нет. У них будет еще один девайсный, потом счет 14-9 вполне какой-то возможный. И тогда возможно АВП. Но не раньше. То есть ты стоишь на следующем раунде реально АВП не будет совсем. Я думаю, что не будет АВП. Ну, ладно. Давай поверим. Кто поверит Олегу, напиши троечку. Кто не поверит Олегу, четверочку. Угу. То есть даже вот так забатил чат на... Ага. Надо как-то под это, знаешь, поддвигать чатик. Подбодрить, да? Потому что уже окончание ночи. Да, да, да. Окончание сегодняшнего дня. 14 минут второго по московскому. По москва-батскому, точнее. И теперь как бы надо, ну, ощутить, ощутить. Может кто-то из Владивостока. Там уже утро. Начало дня. И они просыпаются. И тут, о, четверочку нужно поставить. Уже школя. Там уже арифметика. Я проиграл. Я говорил себе, что надо АВП. Они взяли. А Моуспорт появилось сразу два авика. Угу. Читают. Ну, за. Тут выпад под флешечку. Оскар пошел дальше. Оскар. Хорош фраг. Щекрис Дейон справляется с мейджором. Это минус 2. Это просто 2 ВП, работающие на минус 2. И снова мейджор не может справиться с ВП вообще. Ну, то есть оно у него есть, но оно не работает. И я уже говорил, это необходимо. То есть поясы сами вышли сейчас на ударные позиции. И сами же просто отлетели. И... Что... Какой вариант второй, да? То есть, если ты не перестрелишь противника. Пытаться его закидать. Пытаться, например, постараться сделать какой-то максимальный выброс там, например, на БА. Или на... С максимальным количеством раскидок и совместными действиями. Чтобы уже не от стрельбы отходить, а именно... Ну, и дуэльных именно стрельб, я имею в виду. А от каких-то командных взаимодействий. Ну, короче, такое. Такое себе. Судя по всему, 13-9. И, скорее всего, 14-9. У спейсов там денег тоже не особо будет. Потому что бомбу они поставить не смогли. Может быть, раунд под смоками на А. Типа, знаешь, что-то раскидка... Типа дефолты, которые контактные. Которые бесконтактные вообще полностью. То есть, когда ты, типа, закидываешь полностью стену смоков и под ней ставишь бомбу, не сделав ни одного выстрела. Почему бы и нет? ССС умеют, я знаю. Я видел много раз. Опа! Минус пас, походу. Походу, нет паса. Оформляет Криса Де Йонгат. Уже входит на контакт против Сани. Но проигрывает пересталку, хотя снайперскую винтовку все равно... Вот, смотри, Башислоуд поверил мне, а не тебе. И они были правы. Я рад. Молодцы, парни. Молодцы, умеете. Молодцы. Они умеют, да. Чего, кстати, пишут, что он из Бийска. Я был тут в Бийске. Сколько месяц назад? Да, я помню, ты говорил, что ты подумаешь, что я вижу. Прекрасный город, честно говоря. Был там буквально в одном здании. Вот, но все равно было неплохо. В вокзале? Нет. Не знаю, если там вокзал, кстати. Так, заход. Ты же пешком шел, что ли? Нет, на машине привезли. Кстати, дорога между Барнаулом и Бийском, я удивлен, была очень крутая. То есть я имею в виду суперновая, чудненькая, прям по кайфу. Так, крисдаем. Это есть кому интересно вообще, как там дела в Сибири. NGN. Выход на окно. Пау. Просто, просто аннигиляция сейчас от маузов происходит, потому что у спейсов нет вообще места. Хотя вот по ножкам, по ножичкам Снекс прыгает. Или не прыгает, но танцует. Против Сантараса. Танцует хорошо. Мейджор с Инжином в паре. Погибает в окончании раунда. 14-9 сладко. Смотрится камбэчное от маузов. И пауза. Да какая пауза уже? Это знаешь, как Ламоч любит делать? 15-9, там 15-6, Ламоч ставит паузу. Такой, да, окей, хорошо, спасибо. Вот. 7-8 на правильной встрече Виндиго против героек. Заходите на канал Кайсрухаб 2. Не там слушайте Слип Самуэла. Да, где совы играют против героев. Где еще такое можно встретить? Только в Контра-Страйке. А нет, еще можно в других играх по типу Ходс. Там тоже всякие существа есть. Дотк, там тоже всякое есть, там даже шар летающий. Для тех, кто не знает, что такое дота, там есть шарик, который ничего не говорит, кроме как странные космические звуки издает. 14-9 буквально в двух шагах. Ты Фортнайтом переиграл, что ли? А? Ты Фортнайт переиграл? Я вообще в Фортнайт ни в жизни не заходил. Да, серьезно? Вообще ни разу. Я даже не пытался скачать. Я не на хайпе. Ты не на хайпе? Нет. У нас же бесплатно. Я тебе уже сегодня говорил, что я не на хайпе, потому что я только сегодня, впервые в жизни, нет, не сегодня. Зарегистрировался на Мамбе. Это нет. Сделал стори в ВКонтакте в первый раз в жизни. Да, поздравляю. Спасибо. Ну, главное, не регистрируйся на Мамбе, пожалуйста. А что это вообще? Какое-то осознанное знакомство? А, окей. Так. Что же может быть? Ну, это вообще опять много... Не, ну ладно, ладно. Тиндер хорошо для тебя еще есть вариант. Ну, это уже, да, это уже даже не хайп. Интересно, можно с пазом познакомиться в Тиндере или нет? С пазом в Тиндере? Как ты думаешь? Ну, не знаю, если он человек неженатый, то, я думаю, вполне можно. Но с кем-то из команды Мибер можно. Тут подожди, паз разваливает. Три лица. Еще был неплохой шанс побороться против Робса. А там Санни на 16 хп и вполне возможный клатч момент. Но нет, это 15-9 и последний шанс до команды Space Soldiers. Ну, в общем-то... В общем-то... Ну, даже не знаю. Такое хорошее начало. Опять же, напомним, счет 8-0 за командой Space Soldiers. И только один раунд после этого Аму Спорт забирают 15, при том, чтобы хорошо побоевали и в атаке, и в защите. Не отдали ни одного раунда. По итогу идут уже 9 раундов к ряду. Это очень много. Это не Counter-Strike, друзья. Это уничтожение просто в одну калитку. Муза молодцы, показали нам геймплей. Тем временем Space Soldiers все-таки должны научиться и сделать свои ВВД на будущее по поводу этого Т-трейна, потому что играть его им придется еще очень и очень много. Engine с Major должны погибнуть последними. Флажечка. Major вышел. Damn, до свидания. Ну что ж, я думаю, что на этом можно закрывать наш сегодняшний эфир, но он не заканчивается на европейском дивизионе. У нас еще Америка и 22 берега, причем на Америке там, по-моему, должны играть ИСКА сегодня. Так что матчи будут интересные. О, вообще-то это... Ну, в смысле не ИСКА, прошу прощения, МИБР, да. Уже вот-вот, буквально после окончания европейского, да, минут, может быть, через 20-30, там МИБР против Клауд Найн будут прям... через 20-30 они сейчас должны начинаться. Да, они сейчас и начнутся. Я думаю, как только мы сейчас закончим, буквально через минут пять, может быть, десять начнется HUB, Crystal May и, конечно же, Мингат. Пока.